здравствуйте в этом видео я поделюсь чем удобрять лилии чтобы пышно цвели весь сезон расскажу о своей схеме подкормки ранней весной когда появляются ростки лилии вернее когда они подрастут до 10 сантиметров в высоту я рыхлю землю и подкармливаю аммиачной селитрой если погода теплая то можно подкормить мочевиной и то и другое удобрение развожу по 1 столовой ложке 10 литров воды когда у лилии появляются бутоны подкармливаю комплексным минеральным удобрением нитроаммофоской 1 столовая ложка на 10 литров воды немного погодя когда уже начинается во всю цветение подкармливаю азофоской тоже беру одну столовую ложку на 10 литров воды из народных средств во время цветения хорошо подкормить лилии хлебным настоем и древесной золой любую из минеральных подкормок можно совместить с подкормкой древесной золой от древесной золы которую так любят луковицы лилии у них становятся крупнее цветы следующую подкормку которая проводится в конце лета я провожу уже после того как лилии отцветут в это время цветам необходимо фосфорно-калийные удобрения подойдет и калимагнезия которую я растворяю в ведре воды полторы столовых ложки этим же раствором можно при желании только заменить калимагнезию на суперфосфат растворив его в горячей воде подкормить лилии любым колейным фосфорно-калийным удобрением еще один важный момент как подкармливать лилии при пересадке лучшие пора для пересадки лилии это осень луковицы в таком случае быстро адаптируются на новом месте и в следующем сезоне уже будут радовать своими своим цветением пересаживать лилии как правило нужно в сентябре или в октябре если в октябре то лучше это сделать в начале октября почва вносить ли в нее удобрение если я сажаю на новое место лилии то и почва там плодородная то тогда удобрение можно в принципе и не вносить лилия не любит свежий навоз а вот если вносить перегной то на квадратный метр я обычно вношу при перекопке на квадратный метр площади примерно ведро 10 литровое перегноя одновременно можно добавить на квадратный метр примерно две-три ложки суперфосфата все это перекопать также вместе с суперфосфатом я и вношу на квадратный метр древесную золу примерно один стакан вот такое вот удобрение на новом месте при пересадке если лилию подкормить то на следующий год можно и не подкармливать ей достаточно удобрение которое будет внесено при пересадке спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал